Ну что, пишем? Да Так, друзья, мы пишем интро после интервью с Олей Масса впечатлений Авантюра, авантюра, понимаешь? И мы не определились с названием Ну, что-то как-то не пошло Поэтому, если у вас будут какие-то интересные мнения, интересные мысли после просмотра нашего интервью Пишите в комментах, присылайте нам в директ варианты названия нашей рубрики Предлагайте гостей, кого бы вам было бы интересно послушать Потому что вопросы, на самом деле, очень прикольные И они приводят к вообще другим ответам, которые ты не ожидал получить Так что, надеюсь, вам все понравится Поехали смотреть интервью Всем привет! У нас сегодня первый выпуск «Чего-то там» Название мы придумаем У нас в гостях Ольга, Ольга, Оля Романец Визажист, крутая модель и не только Об этом мы поподробнее сегодня все узнаем Формат нашего телешоу следующим образом У нас есть карточки, здесь перемешаны всякие интересные вопросы Тянем по очереди, отвечаем, плачем, смеем, сокраснеем И в конце быстренький близ опрос Вопрос-ответ, не думаем ничего Быстренька там раз-раз, красный, горячий, зеленый, холодный Так, да, привет! Мне очень приятно вообще быть здесь Принимать участие в таком вот новом у вас шоу Вообще я очень люблю ваше пространство И любой движ мне очень нравится Первый вопрос, который, в принципе, укажет на настроение сегодняшнего шоу Жестко или мягко? Жестко Объединяю, в чем фишка? Если ответ жестко, мы можем себя не сдерживать в эмоциях Если сильно будут какие-то эмоциональные всплески, мы запикаем А так, в целом, можно более свободно Если мягко, то на вы, с уважением, гордон вечерний Вот, ну хорошо, тогда будем пробовать сегодня Есть тени Первый Правда первой ночи гостя Так, было ли такое, что... А мне нужно читать вопрос? Да, можно прочитать, интересно будет Было ли такое, что хочется бросить свое дело? Расскажите о причинах То есть вопрос уже способствует тому, что было у всех, наверное Вообще, я занимаюсь визажем уже 4 года и были разные моменты Я пришла в профессию только из-за того, что мне это нравится То есть для меня очень принципиально было в жизни выбрать дело Не просто, которое там будет тебя по жизни обеспечивать, развивать и прочее А которое будет именно твоим делом там, где ты себя проявляешь и то, что ты любишь Вот, ну в любой работе есть моменты, рутины У меня работа с людьми, работа с людьми всегда сложная И, наверное, 80-90% я отдаюсь полностью и люблю свою работу Но бывают разные случаи и бывают сложные моменты Был у меня момент, что, наверное, особенно в творческой профессии Все сталкивались, наверное, с тем, когда идет какое-то выгорание Или не хватает сил, или идей, или просто какой-то энергии Но чаще всего мне было достаточно просто отдохнуть И никогда, вот у меня, наверное, еще, я надеюсь, что этого и не произойдет Но чтобы бросить свою профессию или свое дело, такого не было Было, что очень уставала, сомневалась в себе и прочее, но бросить не хотелось О, я хотел тебе этот вопрос, а получился мне Чем ты занималась? Если бы не нужно было зарабатывать деньги Я занимался тем же, чем и сейчас Только, наверное, больше Так, черт его знает, на самом деле Фотографии в целом не сильно приносят деньги Такие, чтобы прям можно было на них жить Там, Тимати, автомобиль, все остальное Поэтому, считай, что да, вот Если бы не нужно было зарабатывать денег Я бы, наверное, так бы и занимался фотографией Че, по кайфу, по кайфу Деньги, в принципе, не самая такая штука важная Потому что по прошлым работам Там, где я зарабатывал гораздо больше денег Крутало прям на все еще и с комфортом Но сама работа, это прям был забей Это самая такая яркая у меня штука Мясокомбинат Это прям моя любовь Сосиски, колбаски Это где-то с 4 утра до 12 вечера Ты работал на сакрыне? Да, целый год на фаворите Причем не там где-то чистенько на фасовке А прямо в мясном цеху где-то Я так понимаю, а ты теперь колбаски не вкусный? Не, нормально, нормально Кстати, миф развеян Нет туалетной отмывания, как все говорили Там есть эмульсия Она такая похожа на белый какой-то такой Записывать здесь, правда, даже из себя колбаска А, да, это, знаешь, похоже на молоко с желатином Такая жижа И вот в дешевых сосисках процентов 60 от этой жижи Процентов 20 крошки льда И процентов 20 еще от фарша Там, в принципе, мы едим воду и какую-то эмульсию Вот, так вот Денег было до хрена Но жесткий график Тяжелая работа И их не было времени не тратить Нет, это не в кайф Это просто такой зомби Два дня отсыпаешься Потом неделю пашешь и так далее Поэтому В принципе Если выбирать между деньгами Перешли уже в другой вопрос, да? Между деньгами и этим То, конечно, лучше фотография Денег это такое Короче, в любом случае фотография Фотография, фотография Следующий, да? Давай, да Твой вопрос Так Самый большой факап, за который стыдно? О, боже мой С какого бы начать? Это, знаете, нужно подумать Реально вспомнить, проанализировать Я вообще-то думал, кстати Потому что факапов много Нужно выбрать, какой самый большой факап Ну, знаешь, сказать, давайте потом Ой, так это не я Это он виноват Это не мой факап Да, 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 да Ну, по-любому У меня вообще, мне кажется Я катастрофа просто ходячая Ну, первое Это, наверное, не самый большой факап Но один из Который пришел на ум В общем Те, которые знают меня Мою сестру У нас была фотостудия Мы занимались тоже этим все вместе Мы тоже много ремонтов прошли То, что мы делали тоже своими руками Сами И часто бывало так Что мы тоже там с утра до вечера Что-то делали И все уставали Кто-то отправлялся за едой Добыть еду Как-то это была я И это было не очень хорошо В общем, я отправилась за пиццей Я помню просто Я тогда думала Блин, класс Сейчас пойду возьму пиццу Все будут накормлены Все будут счастливы Я беру пиццу Было уже темно Я не знаю Тоже в своих мыслях Взяла две пиццы И я просто их вот в пакете Понесла не вертикально Нет, не горизонтально Как все нормальные люди А вертикально в пакете Я так торопилась Чтобы всех накормить И когда я пришла Я говорю Вот все Вот еда Смотрю Открываю И там Ну, не мать Да Ну, как бы Вот такой факап Мне пришел И мне стыдно Мне было так И стыдно И обидно И вообще Знаете Хотелось как лучше А получилось как всегда Прикольно Как-то так Только хотим Вначале сказать Что даже факап Это наш Как это сказать Это опыт Учится И чем лучше Пакапов Тем лучше Наверное Да Либо если ты не помнишь Что значит И не было ничего Зря живу Короче Вопрос тогда тяну Давай сразу О, кайф Я прям хотел Самая первая работа Самая первая работа Находится в 100 метрах Ниже Карлолипных Т1 Это Пузатеха Я там работал поваром В 2008 году Я поступил В кулинарный техникум И сразу же Параллельно Пошел сюда работать Ну да По знакомству Мама работала Еще знакомая И меня всунули стажером И классно было Как раз То что мы проходили На теории А потом отрабатывала здесь И как раз Такой очень был Крутой опыт Потому что там В основном Вся программа Обучающая базировалась На каких-то там Советских штуках А тут есть Был вариант Проверить Насколько это все Достоверно И что сейчас В современной кулинарии Что это как делалось Поэтому Была прикольная работа Можно дополнить То есть у тебя Не было такого Как просто У некоторых Там фотография Еще с детства Интерес То есть ты сначала Целенаправленно поступал На кулинар Ты хотел быть поваром Я хотел с 9 класса Уйти Поступить Потом все-таки Решил Погулять Выпускной Насколько это Так и было Немного там 10-11 класс Музыка Потащила меня И потом Мне кажется Даже Катя не знала Музыка Да Я прям Да 10-11 класс Весь пошел По бороде Потому что Я бегал Почти С последних уроков На литейную 10 В консерватории Учился у нас Контрабас Класс контрабаса Контрабас Офиген Обожаю Контрабас Вот Поэтому да Все пошло По бороде И после школы Не было сомнений Пошел на Повара Тем более Там еще был прикол С 9 класса Принимали Повара Кондитер Кондитер Ко мне в целом Не очень привлекал Вот эти все Сладкие истории А с 11 Повар Официант И как раз Да А как же фотографии Если кратко Вот как Кулинар Музыка Появилась Наверное На практике Это 2009 Год был Когда мы поехали На 3 месяца На практику Отрабатывать Я себе купил Телефон Sony Ericsson K800 Тогда такой был Сайбро Камера 3 мегапикселя Автофокус Макросъемка Ну и у нас В Херсоне В железном порту Были на практике Там дофига Всяких интересных Мест Пейзажей Пофоткать Короче Было есть То есть Это был как Фототур Такой Да Я начал всю историю Фоткать И понравилось Потом Вечернее Похождение Девочек Пофоткать Спасибо Sony Ericsson И пошла Такая мысль Что надо будет Как-то эту тему Прощупать Сосед у меня Где я жил Был Корреспондентом Фотокорреспондентом Днепровской Зори Он сказал Что в принципе Не вопрос Можно купить Фотоаппарат Я там Подскажу Куда можно Обратиться Там типа Курсы были Быстрый Курс С поводом Фотографа Это чисто Репортажный Пришел Начальника завода Птицефермы Сфоткал И все И тогда В принципе У меня не было Даже в башке И мысли Где-то загуглить Какой загуглить Кстати Фотостудии Модели Ну как-то Вообще Я думал Там фото Газетное Что-то Вот такого Максимум Телевидение Как все Размелось Фото Было Всегда Как-то Параллельно Шло Но Такое Фото Подожди Пока И Попер Поэтому Да Я Поваром Отработал Наверное Лет Пять По Специальности Правда Носила меня Как проститутку Я работал В пузатой хате Потом Через год Я устроился В мост-сити Сатэри Марио Итальянская Японская кухня На третьем этаже Ну что-то помню Помню Да Там я полгода Отработал Потом Столовка Химико-технологический Корпус Воднолыжная Столовка На победе Потом Во вторую Столовке Отработал Тоже Выше Это тоже от химика Только на гагарина Санаторий Профилакторий Там общага была В корпусе общаги Тоже столовка Потому что столовка Я так понимаю В семье готовишь ты Да Ну Да Сейчас Потом Метанутируешь Она скажет Черт Ла-ла-ла По очереди Дежурство Если В основном Она там что-то рисует То она мне пишет СМС Так Я сегодня В ресурсе Я сегодня рисую Давай Короче Все Я тогда уже знаю Что я еду И готовлю Поэтому там у нас переменные штуки Класс Ну вот поэтому Фото повар Все дела Давай Так Расскажите о самом У меня У меня Самое сложное Что такое Расскажите о самом тяжелом Своем решении О господи Можно не тяжелось Пожалуйста Самое сложное решение Ну наверное На данный момент В жизни То что у меня Было То что Связано не только Связано не только Там с работой Если я так понимаю Решения Они же бывают Разные В целом Да Это решения Связанные с отношениями У меня Отношениями У меня К сожалению Был брак И он распался Это было На данный момент В моей жизни Самое сложное Мое решение Блин Да Вот Но Как бы Не нужно грустить Ну да Я сейчас скажу Нужно у меня два Да Да Первый Ты поняла Катюка С первого раза Ни херами Только У тебя Тьфу Дай Бог здоровья Владимир Счастья Здоровья Поэтому Вот эти Мемчики Первый муж ком Оно все такое Добро пожаловать В клуб У меня Очень много Коллег У которых Второй брак Вот Прям самый крутой И дети там И вообще Да Не Я нормально К этому отношусь У всех В жизни По-разному бывает Главное Действительно Вообще Понятия Мне кажется Правильного Решения Правильного Его не существует Нету Правильного Или неправильного Действительно То есть Тут главное Вот Чтоб каждый Человек Поступал так Как для него Будет Лучше И Для окружающих И принимать решения Ориентируясь На себя Прекрасно Расскажи О своем Наибольшем Страхе Вы видите Наибольшее Наибольшее Все нужно Наибольшее Вопросы Наибольшее Раньше Не сказал бы Ничего Ничего Не страшно Все что Непонятно Я могу Выучить Я могу Это Попробовать И научиться Мне В принципе С моим количеством Работ Учиться Не вопрос То есть Я это Быстро Все делаю Но сейчас Судя по всему По Возрасту Уже идет За 30 Почти За 30 Плюс Я боюсь Проебать время Не туда куда-то Всунутся Не туда Направить Свои Какие-то Ресурсы И боюсь Что Пройдет 5 лет Я Остану За голой Жопой Я Не туда Свернул Не там Что-то Сделал И Проебал Время Чем Дольше Ты Короче Тем Старше Ты Становишься Тем Сложнее Все Наверстать Это Близко К тому Чтобы Страх Совершить Какую-то Ошибку Или Неверное Решение Но На самом Деле Опять Таки Это Нереально То есть Просто Нужно Реально Слушать Себя Верить И Если Там Что-то Не Получается Но Это Может Вывести На Что-то Другое Поэтому Постоянно Пробовать Ну Вот У нас И Вышло Мы С Катюхой Открыли Мастерскую Потому Что Были Такие Мастерские Да Нужна Смелость Сложника Конечно Сложника Тай Ладно Тай Ладно А потом Лавочка Закрыться И Так Ха Страхи Они Тормозят Очень Часто Страх Это Просто Самозащитная Функция Организма По сути Ну Слава Богу Что Эта Штука Накатывает Где-то Раз В Делать Как-то Что Мы Все 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 И Ничего Мы Собрались Нормально Так что Молодцы Ха 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 Боже Боже Мой Какой Сложный Мне Кажется У меня Сегодня Самый Сложный Вопрос Барабанная Дробь Деньги Или Признание О Это Мой Вопрос Я Вечно Занудичая Если Выбирать Деньги Или Признание Так Как Наверное У меня Все Таки Женская Психология Вот И у Меня Есть Определенные Я Вот На Своем Этапе Плюс Минус Уже Понимаю Чего Я Хочу От Жизни То Есть Я Хочу Развитие Я Хочу Семью И Прочие Моменты И Наверное Все Таки Женская Психика Она Имеет Здесь Значение Бедность Нищета Признанный Вот Как Моцарт Он Умер Его Потом Признали Но Он Прожил Несчастно Он Умер Молода И Прочее То Я Наверное Как Женщина Выберу Деньги Потому Что Я Понимаю Что У меня Будут Дети Которых Это Безусловно Круто Но В данном Вопросе Я Выберу Деньги Реал Лайф Все равно Идет На баланс Мне кажется Если Кто-нибудь Знать То Сесть На Техни Да По поводу Денег Все Очень Взаимосвязано Я Считаю Что Любое То есть Деньги Это Не просто Деньги Это Энергия Это Реальная Энергия И Когда Человек Создает Что-то Вот Я Бизнес Или Вообще Что-либо В любом Случае Он Принесет Деньги Почему Потому Что Если Туда Вкладывать Душу Энергию Любовь Это Все Будет Иметь Обратную Связь То Если Человек Заходит В Дело Лить Только С Коммерческой Точки Зрения И Он Хочет Только Заработать Денег Но Он Не Вкладывает Душу У Него И Не Пойдет Потому Что В любом Деле Наступает Какой-то Момент Когда Если Ты Это Не Любишь Ты Не Дожмешь И Ты Бросишь И В любом Случае Тебе Это Не Принесет Ни Признания Ни Денег Ничего А Если Человек Иногда Бывают Такие Случа Мне Кажется Когда Человек Заходит В Что-то С Точки Звения Коммерции Но Потом В процессе Загорается Этим И Тогда Дело Получается Успешным Но Если Движет Только Коммерция Я считаю Что Это Не Будет Успешно И Только Любовь Тоже Не Будет Успешно Потому Что Когда Отсутствует Вот Это Знаете Коммерция Она Должна Быть Почему Элементарно Чтобы Это Развивалось Ну Без Ресурсов Не Будет Развития В Любом Случай Поэтому Должна Быть И Любовь И Коммерция И Тогда Будет Все Классно Ну Это Чисто Мое Мнение Это Красиво Сказала Потому Что Мы С Катюхой До Соплей Кто За Любовь Кто За Коммерция А Катюха Женщина Вопросы Тоже Самое Тоже Самое На Балансе Потому Что С Точкой Золого Творчести И К Мы Розвиваємо Наш Простер Навіть Для Розвитку Нам Все Одно Потрібні Гроші Конечно Вкладати Ми Можем Розказувати Які Ми Класси Можем Робити Круті Роботи Але Щоб Зробити Ці Роботи Нам Треба Закупити Реквізит Щоб Зробити Поркшоп Нам Треба Облаштовати Нову Локацію Щоб Все Закупити Навіть Для Комфорту Проведення Навчання Нам Все Одно Треба Закупити Треброєктор Інші Стільчик Самі Як Я Зараз Сиджу Ні Ну Звичайно Без грошей Ти нікуди Не Всунуєшся Це класно Мати 100 друзів А не 100 гривень Але Все ж таки Без грошей Ти нікуди Не Треба І Знову ж таки Тут є така штука Що Не можна Нічого не бити Безкуштовно Тому що Як я сказала Не буде цього обміну Енергії Тобто Ти можеш Щось зробити Безкажуть Ну Спасибо Такий Ну Начебто І класно Але чогось Не вистачає А саме не вистачає І дальше Не вистачає І енергії Я вам хочу сказати Що очень мало людей То есть То, що делається По любви І творчеством Це завжди Чувствується Але Вот якщо Що-то Делати Глобальне Що Расчитано Не на одиночних людей А на массу людей Расчитано На психику Ми В принципі Все таки Просто нам вбили в голову Що Хотити Денег Це плохо Це можливо Воспитання Родителі І ще що Нибудь Але на самом деле Десь абсолютно Ничего плохого Це естественный Інстинкт жизни То есть Якщо б ми работали за еду Ми б хотіли їду Ми работаємо за деньги Деньги Це ресурс І цей ресурс Нужен Просто нам вбили в голову Возможно Какі-то определенні моменти По поводу Отношення К деньгам Але ти все правильно говориш На це Нужен ресурс І по поводу Людей То есть Що Должны быть Деньги Потому що Єсть Элементарне Обесценивання Скільки Я в своей жизни Сталкиваюсь Таким Не только у себя І вообще По опыту Тоже других людей Что стоимость Должна быть На все То есть Ничего не должно Быть бесплатно А если есть Бесплатно Только по общему Вайбу И только с теми Кто действительно Понимает Насколько Это для него важно Иначе Когда мы Там Что-то нам Задаром Очень часто Это К сожалению По общей психике Людей Обесценивается К большому сожалению Это правда Поэтому Такой момент Еще такой момент Как ты Той ресурс Потім Ухростовываешь Тобто Якщо Ты уже Зарупляешь Такую Кельку Ты просто З жиру Місишься А не Добавляешь Комусь Это один момент А якщо Ты зарупляешь Ті гроші И ты потім Цей ресурс Ухростовываешь На допомогу Комусь На благодійність Это же Зовсім Иншее Это же Знову Таки От... Ти пишешь Не? Да Он Завдет Прямо Такой Винничай На Я Все Нюхаю И Знову Таки Так Подростовываешь Тобто Люди Нацелені На Чтоб Зробити Побільше Але Не просто Для себе Для Чтобы Комусь Допомогти А Если люди, то ресурсы, которые они делают, эти вещи попростовывают лишь для того, чтобы повесить жир, а просто как-то реально сойти с ОЗУ и сделать что-то лишь для себя, то это уже иная история. Ну, это, мне кажется, вечная тема, которую можно было бы делать. Да, ну любить деньги нормально. Хаштег. Вопросик. О, ну да, о чем бы вы хотели забыть? Это... Итак, открываем список. Это была религиозная. Тут фишка в том, что питания самые такие, которые тянут за собою другие вопросы, другие темы развивают. Ну, и не хотелось бы сделать что-то банальное, типа, что тебя натихало? Что нас убивает, а мы думали. Что нас убивает? Просто любой опыт, да, вот сейчас правильно думать, что любой опыт, который в жизни происходит, он тебе для чего-то дан, сейчас психологи все будут прорабатывать, типа, ни о чем не жалеть. Ну, иногда, наверное, бывает то, что ты, блин, жалеешь, наверное, о чем. Вот, наверное, у тебя эта тема связана с тем, что вот что-то... Ты вот, наверное, максималист в этом плане, что вот ты хочешь по максимуму, да, не терять ни минуты и прочее. Да, ну да, да. Не, ну тут же еще с появлением ребенка, с появлением семьи, оно прям очень сильно подстегивает. Потому что был бы там один, или, подожди, мы вдвоем еще до ребенка, то может быть там еще плюс-минус какие-то плавающие штуки, а сейчас прям очень сильно, да. Хочется прям так... Это сложный вопрос, но вот я знаю на него ответ вот чисто у себя. Это, наверное, больше связано с какими-то, возможно, знаешь, детскими травмами, или вообще, в принципе, какие-то ситуации в жизни, которые вот стрессовые могли произойти. И, ну, как бы сейчас они уже на тебя не влияют, но, наверное, было бы лучше, если бы их не было в той памяти. Ну, да. Я, кстати, недавно выхватил кусочек с нашего Шерлока Кобуса, когда у них там с Ватсоном был диалог по поводу того, что, говорит, кто такой Коперник Ватсона? Он говорит, ну, это же человек, который доказал, что планета вращается вокруг Солнца. Шерлок Кобус говорит, так и я вижу, что Солнце вокруг нас вращается. И дальше там они, типа, начали спорить, что, говорит, вы гениальный сыщик, детектив, у вас острый ум, говорит, и вы не знаете элементарных вещей, там, школьной программы. На что он сказал, что, говорит, башка человека – это чердак, и люди, как мыши, тянут всё подряд и набивают башку ненужным. Говорит, я же свой чердак стараюсь держать в порядке, то есть я туда тащу самое необходимое, все эти инструменты разложены по полкам, и тогда у тебя не остаётся места для каких-то глупостей. Вот, поэтому, в принципе, чтобы ничего не забывать, просто надо и не думать об этом. Работаешь, забиваешь все свои полочки, и тогда оно само собой как-то истирается. Понятно, там там ещё какие-то школьные виды, там, та куча всякой штуки. Ну… Не акцентировать внимание. В любом случае, потом перевешать это всё говно, и оно там просто исчезает, и как-то это… Да. Тобто ничего такого нет, что ты хотела забыть его, я… Может, так сам то всё… Сам забыл. Да. На фигах, чего было, но просто, что… Да, реально, как Оля говорит, со временем оно теряет вес, и тоже такое… Что-то такое… Так, надеюсь, будет что-то… Хотя нет, мне нравятся интересные темы, так сказать, когда освещаются. Кем вы восхищались в детстве? Хо-хо-хо, тут тема Романец-семейство. Наверное, если была Дашка рядом со мной, мы бы вообще друг друга поняли сразу с этого вопроса. Есть, наверное, вот сразу то, что первое пришло на ум, я думаю, так лучше всего отвечать на такого плана вопроса, это отец. То есть, у нас в семье мама – это пряник, папа – это папа, кнут. Вот. И… Но, для меня, несмотря на это, то есть, мама с нами много проводила времени, она нас… Ну, большинство, когда папа был на работе, особенно, когда мы были маленькие, у папы был жёсткий график, он там утром приходил, вечером утром уходил, и с нами много мамы занималась именно воспитанием и прочее, но папа редко, но метко, как говорится. И папа был, да, действительно таким кнутом, но это связано вот с характером папы, он, как бы, немного в этом плане жёсткий, но справедливый, можно так сказать. И если мама нас всегда хвалила, то ты там придёшь со школы или ещё с чего-то, то папа всегда смотрел всё, знаете, через призму. Ага, что же тут не так? А можно было больше, можно было лучше, можно было ещё что-то. Поэтому мы с папой не очень любили, конечно, не очень любили эти все разговоры, но тем не менее, папа для меня всегда был стимулом и всегда был немного таким провокатором в хорошем смысле, потому что, мне кажется, именно мой характер закалил папа в плане того, что не сдаваться, долбить за своё, нету невозможного, потому что для меня в жизни всегда было, и даже когда я выбирала своё дело, профессию, самое сложное было понять, чего я хочу, потому что в детстве у меня уже было вложено, что если ты это хочешь, значит, ты это можешь и это возможно. То есть папа это делал самыми простыми способами, то есть я помню, мы там уезжали куда-то отдыхать, я вообще в детстве очень большим был экстремалом, мне нравилось бегать, прыгать, лазить везде, где только можно. Мы там поедем где-то, вот там, где море, есть какой-то обрывчик, ну, понятное дело, папа как папа оценивал ситуацию у него, и вот так всё, надоели мне эти дети. Ну, короче, он говорил, а пойди прыгни. Ну, а слабо, это вообще была тема постоянная у нас в семье, пойди сделай этот. И я как бы, ну, я любила эту тему, но, конечно, всегда было страшно какие-то вещи совершать. Но я раз пошла, прыгнула, и папа таким образом закалял вот это, не то что бесстрашие, от страха не избавишься в жизни никогда. Ну, то есть это то, что будет всегда присутствовать. Но именно умение справляться со своими страхами закалил папа. И, то есть, благодаря этому действительно в жизни сейчас проще какие-то моменты решения принимать и прочее, потому что, хотя о чём там был вопрос, вот о восхищении. То есть я, ну, то есть мы не всегда считали, что папа прав, но вот я в детстве лично, вот для меня папа пример. Очень долго и до сих пор для меня папа пример, то, на что вот как в жизни ориентироваться и прочее, как добиваться своих целей. Вот. Да? Как-то так. Филипп Киркоров. Все просто. Я рос с мамой, папой не... Что, это была не шутка? Да, и по телеку я... Я думала, шутка. У меня, короче, очень классная фотографичная память. Если я что-то увижу, я потом это смогу либо повторить, либо оно как-то откладывается. И по телеку я очень часто в детстве помню, было 2-3 канала. Ну, это не ваше мажорское сейчас время с интернетом. И Филька был, Филька, Пугачева, все. Вот. А потом появились какие-то фильмы, я там помню. А что именно тебя восхищало? Красивый. Не, ну, он пищеварный, красивый. Он такой был молодой. Я не помню, это помню с детства. Ну, почему-то вот сейчас в башке до сих пор эта картинка висит. Это же старое кино, прожектора, эти лапочки. Я просто в шоте. Мама то понятна. Мама то понятна. В шоке. Да, там в одном была. Она и крутый пряник, точнее, что была-то. Молодец, конечно. Мам, я в телеке. Нет, дурачок, да? Просто утром на его. Я скулы была. Да, мама то понятна. Мама, она у нас, ух. А так, в принципе, из таких, я помню Фильку реально. Черт его знает. Ну, почему? А мама какое-то отношение имела? Ну, в плане там… Мама мне всегда поддерживала. Хочешь заниматься музыкой? Хочешь отрастить волосы? Хер с тобой. Накрасить ногти черным без проблем. Ну, это классно. Поддержка. Пока в 13 лет пробить… Ну, давай. Не слышь? Нет, погнали. Пацаны во дворе старшие могут гонять. Я говорю, ну, хер. Ну, естественно, что пошли. Красить волосы. У меня, блин, зеленые были, белые, красные. Потом, мама в этом плане вообще все. Колорист. Может, прошла курсы. Да, просто нет. К тому, что разрешала и поощряла в мерах запустимого. Просто, может быть, если бы я был бы девочкой, я бы хотел быть как мама. Но тут… Такой вариант не подходит. Что я хотел быть как мама – это ее характер. Потому что там, конечно, бульдозер жесткий. Там вообще нет границ. Мы все пробьем все стены. Ну, вот какой-то черт Филь, когда моя больная, когда фантазия. Черт вас знает. Ну, может быть, детское впечатление. Мы же в детстве все ярче воспринимаем. И это мог быть, ну, мгновение, момент, который отложился. Может, то, что мне еще и музыка нравилась. Ну, непонятно. Но вот именно если не задумывается, это вчера тоже. Ну, это прям шок для меня. Неожиданная информация. Понятно. А там уже потом постарше стал, появились какие-то суперфильмы, супергерои. Ну, это тоже такой-то, знаешь. Можно там навалить, что-то, а я там любил Рембо. Ух. Что тут? Ух. 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 может либо один вылететь с под жопы стулу, либо вообще оба, поэтому тут надо, короче, аккуратненько, и я конкретно верю, очень-очень сильно. Ну карма, наверное, тут можно вот энергия, реально, знаете, вот что пошлешь, что к тебе и придет, и... И то же самое, да, там лишний раз кому-то помог без каких-то там корыстных соображений, и потом думаешь, лох что ли, может, надо было денег взять, а потом так раз, и тебе какой-то заказик, или какая-то движуха, и такой, Здравствуй, здравствуй, я готов, отлично, давай, давай, поэтому, да, карма, тут, не знаю, дураком будешь, если не поверишь. Не знаю, есть ли она, но она работает, да. Да, да, она меня любит регулярно. Последний, практически, ну да, последний, в том, блиц. Как вы реагируете на критику в свою сторону? Блин, какие же душесчипательные темы. Вообще сложно, вот честно признаться, сложно, почему? Потому что это тоже связано с семьей, то есть критика в семье всегда присутствовала. Сейчас, когда вот я уже там выросла, повырослела, намного проще, но тут, наверное, важно от кого. Вот для меня реально, наверное, важно от кого. Почему-то, потому что если вот... Хотя это неправильная позиция, я считаю, что тут, наверное, тоже нужно работать с собой, и не реагировать вообще, не важно, там, от кого это дает критика, чтобы это не касалось, там, твоего состояния и прочее, нужно оценивать себя перед собой, вот. Ну, тут очень много нужно прорабатывать. То есть мне действительно хочется в этом плане развиваться, и я думаю, это развитие у каждого, оно длиной в жизнь, вот. Мне хочется над этим работать. Ну, я, наверное, по темпераменту больше такой человек, который вот реагирует, иногда вспыльчивый в чем-то, поэтому мне сложно, но я работаю над этим, вот. В плане, наверное, если это просто какое-то мнение, бывает, там, в тех же соцсетях и прочее, я иногда могу включить какую-то нотку пофигизма, ну, то есть есть такой момент, и вот реально. Но иногда, знаете, раз на раз не приходится, иногда как цепанет что-то или еще что-нибудь сложно себя сдержать. Уколят прям в ту точечку или такой? Да, да. Но это вот стимул работать над собой. Ну что, блиц, как говорит Дудь. А блиц только мне задают? Да, блиц только тебе. Ну, если захочешь, я тоже могу ответить, подушнить немного. Давай будет, так сказать, хронично. А вы, вы, вы. Сегодня же. Если вы хотите, чтобы ваша продукция была здесь. Ссылочка в директе. Пишите, да. Пишите, пишите. Мне сейчас нужно быстро отвечать. В целом, можешь, либо можешь да, нет, либо можешь, как хочешь. Смотря какой будет вопрос, либо можешь что-то объяснить, что-то по этому поводу. Если это какой-то вопрос, который тебе прям, ну, то нет, ну, нехорошо. Нет их. Работа в команде или сама? По натуре сама. Реально. Легче мне по именно внутреннему ощущению. Хотя мне очень нравится именно, когда вот есть какая-то командная работа. У меня просто в жизни было и так, и так. Но мне комфортнее и больше ресурсов я черпаю, когда сама что-то делаю. А когда ты сама співпрацюешь на, так сказать, на ревних условиях, або там керувати, например, або, например, перед керевницей кого-то працювать? Вот, Катерина. Я никогда не смогу работать на кого-то. Это я уже прошла в своем жизненном опыте. Потому что с самого начала своей деятельности я, так у меня случилось, что я работала вот сразу на себя. И у меня был опыт, когда я переезжала в Киев, и чисто для разнообразия я устроилась в классный салон. Ну, просто салон идеальный, отличный, с моим же таким же мировоззрением на красоту и прочее. Но был такой нюанс, я проработала там, ну, может быть, чуть меньше месяца, и я поняла, что это вообще не мое. Что вот я там не проявляюсь, я не черпаю оттуда какую-то энергию, я вот просто, эта энергия, она куда-то сливается, и просто так. И я вот поняла, что вот это совсем не мое. Да, монотонная такая штука. Или с кем-то вот на уровне работать, или вот руководящий должен руководить каким-то процессом и прочее. Мне тоже интересно, это еще со школы было, когда мы там организовывали всякие мероприятия и прочее. Вот я часто была в роли организатора этого всего, то есть мне эта позиция тоже комфортна. Но на кого-то точно нет, в компании SolSol, вот так вот. У меня такой же примерно. Я еще близнецы, я вот эта двухсторонняя конфетка, она же сегодня, да, завтра мы все говно. Но одному классно, все лавры тебе, и ты прям вот максимально отвечаешь за свой продукт. Это что получилось? Получилось говно, эта модель виновата, все классно, это я сам. Самому легче контролировать реально, ну, какие-то моменты. Но тяжело реализовать свои какие-то штуки, когда сам попробуешь. Тем более, если со старта сам попробовал на себя, то потом под кого-то правила какие-то, это нельзя, то нельзя, то нет. Сейчас с тобой, как я сказала, работать с кем-то в команде, но... Ну, только на равных, да, да. С какой-то, как бы ты не просвечала взяли выгодой, например, как мы с тобой... Ну, твои спички мои дрова, и все. То есть если мы работаем, например, что я по соцмережам, а ты уже как виробник самому продукцию, фотографии, видео, это наша продукция, по факту. Да. Пусть себе навчание. А я уже это все разговариваю людям, освещаю, продвигаю я, посчитаю, ну, да, напевно, в таком формате комфортно. Ну, а, все ж таки иногда, звичайно, бывают моменты, когда або я там провтекала, або Кирилл... Лезет свое я, вот это я, и вот это да, надо немножко опускаться. И это, звичайно, дискомфортно, або, да, ну, кто из кого-то подвив по терминам, або... Такое, ну, это життя, ты никого не знаешь. Учимся, да. Звичайно, когда ты сам, то комфортнейшая вода. Ты сам перед собой несешь ответственность, а ты сам перед собой, так, ну, не будешь сам на себе кричать, там, да? Ну, это да. Следующий вопрос, холодно или жарко? Тут без подвоха просто, вот, как хочешь. Моя стихия огонь, поэтому жарко. О, я тоже жарко, я холодно, нет. Ну, и ты тоже. Я тоже. Все жарко. Питпал. Да, питпал, не могу. Как Никита, оооо. Опиши свою деятельность в трех словах. Блиц, да, называется? Вот то, что пришло, вот реально, ты сказал, вот мне сразу пришло, люблю то, что делаю. Это сколько? С математиками плохо. Да, нормально. Люблю, что делаю, можно так сократить. Кайф, это прям надо, будут всплывашки. Блин, тут ты ничего не скажешь. Или, ну, Блиц, не двоих? Не, ну, я лучше не скажу. Я что-то атакующая сторона, как бы. Вообще нормально, прям, да. Вот этот душниловский вопрос, Блиц вопроса, что для тебя искусство? Что-то высокое. Неси бутылку. Нет, реально, искусство для меня что-то, что-то высокое, культурно высокое. То есть это, вот знаете, вот мы же люди, у нас есть как животное, так вот это людское, что нас отличает от животных. Так вот, для меня искусство, это вот именно то, что, вот когда ты что-то делаешь, и ты даже забываешь о еде, о том, что там, ну, какие-то свои физические штуки, да, которые, ну, мы все люди, но ты об этом забываешь. Вот тогда ты полностью в искусстве, и, ну, вот для меня искусство, это вот, вот что-то такое, что, вот как есть душа у нас, да, понятие, и мы не будем в это углубляться, тема политики, религии и прочее. Но, действительно, вот искусство для меня что-то, вот, божественное, то, что нельзя объяснить, наверное, на физиологическом уровне. Да, и оно так не спланированно появляется, как правило. Да. Так делаешь, 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 а потом, ну, да, да. Я не знаю, чертов, значит, дополнить. Вопрос такой, конечно, что такое искусство. Сладкая или соленая? Сладкая, сладкоежка. Если вы хотите, чтобы ваша продукция была здесь, на ВК. Да, реально, я могу. Сладкая. Я не на чаре. Есть, есть. В принципе, мы закончили. Последняя карточка. Да, все молодцы, был очень рад. Я хочу поблагодарить очень вас, вообще, то, что вы создали. Реально, я кайфую от этого всего. Мне очень безумно приятно принимать в этом всем участие. Спасибо за доверие. Вы частичка этого. Первый раз в таком деле. Многие могли бы сказать, а вы снимали такое? Нет? Научишься потом. Поэтому выкрутили. Да, спасибо большое. Ну, и как тебе в целом на камеру, там, вот эта вся наша история? Ну, да, да. По вопросам. Очень классно. Очень классно. Я человек, вот искусство, творчество, который любит коммуникацию, вот что-то новенькое, интересное. Первое, вот когда мне Катя написала, ну, там, ты приходь, тра-та-та, и ты такая, да-да-да, а потом, а что там будет? Да-да-да. А может... Ну, короче, то, что каждый, наверное, человек испытывает, то есть тут словно, знаешь, вот сколько вот тоже, у меня есть опыт в той же фотографии, вот когда меня фотографируют и прочее, но каждый раз, вот все равно бывает каждый раз по-разному. То есть на тебя камера наставляется, и это, знаете, как с уверенностью. Ну, то есть уверенность в себе, это не то, что вот, ты обрел уверенность в себе, и все, ты пожизненно уверен, ничего тебе не словно. Нет, это все настолько временно, ну, то есть сейчас ты уверен в себе, завтра ты не уверен в себе, чувствуешь себя ужасно. Вот эти вот качели всегда происходят. Поэтому, к чему я это все? Что вы большие молодцы, мне безумно приятно здесь быть. Формат очень классный, потому что, действительно, вот мне, вот меня это только что зарядило. Мне зарядило общение, мне было интересно узнать о Кирилле, вот, какие-то вот моменты, какие-то вот штуки, пообщаться. Атмосфера очень классная. Поначалу, конечно, было стрёмно, скрывать не буду. Но очень приятно, очень классно, я очень хочу и желаю вам, чтобы вы это развивали дальше. Ну, все, мы молодцы. Есть. Все, снято! Спасибо за просмотр!